Анастасия Николаевна осматривается в новой квартире. Впереди еще предстоит ремонт, но то, с чем придется работать, радует глаз. Просторная кухня, удобная ванная и даже вместительная кладовка. Мне понравилось в этой квартире то, что потолок высокий. Во-первых, 2,7 дни эконом-жилье. Потом стены, штука турина хорошо, потолок ровненький. Сдача в эксплуатацию дома в Байкальском переулке – настоящий новогодний подарок для дольщиков. Строительство длилось почти пять лет, но в итоге сделали по всем стандартам. За тепло в квартирах отвечает современная котельная. Установлены счетчики. В подъездах чисто и светло. Застройщики столкнулись с рядом финансовых проблем, которые препятствовали своевременному вводу объекта в эксплуатацию. Но, к счастью, как мы видим, в настоящее время все работы по объекту завершены. Все довольны качеством строительства и занимаются сейчас отделкой помещений. Качество строительства проверил и глава Самары Олег Фурсов. В этом году губернатор Самарской области поставил задачу построить в городе более 900 тысяч квадратных метров жилья. Что позволит региону участвовать в федеральных программах и получать дополнительные деньги. Почти 600 тысяч квадратных метров уже готовы. Еще около 300 тысяч сдадут до Нового года. Где-то 16 тысяч семей могут справить новоселье в этом году. Для нас, конечно, это очень важно, потому что это такая прямая забота о людях, которые живут в нашем городе. О том, в каком качестве они живут, насколько качественное жилье. В этом году квартиры от государства получили 127 детей-сирот. Больше 140 семей переехали из ветхого и аварийного жилья в новые дома. Но и людей, что нуждаются в улучшении жилищных условий, немало. Чтобы они могли справить долгожданное новоселье, темпы строительства нельзя снижать.